Семеро погибших и 48 раненых в Лондоне. В Великобритании снова масштабный теракт. В центре столицы машина врезалась в толпу и террористы с ножами атаковали прохожих. Наш Сапкор в Лондоне Оксана Кундеренко стала свидетелем уже третьей атаки за последние три месяца в этой стране. Её репортаж с места события. Это жуткое дежавю. Снова машина на мосту в центре Лондона таранит прохожих. Снова террористы выпрыгивают из авто и нападают на невинных людей. Полицейских с ножами в руках. Шевелитесь быстрее, уходите отсюда. Вчера в 10 вечера арендованный микроавтобус влетел на лондонский мост, выскочил на тротуар и начал сбивать людей. Внутри трое мужчин, вооруженных ножами. Их цель как можно больше жертв. Убивать отправились в соседний Боро Маркет, центр гастрономического туризма Лондона. Я увидела, как они пошли через дорогу в соседний ресторан с ножами в руках и начали. Они кричали это во имя Аллаха, а затем подбежали к девушке и ударили ее ножом. Много-много, раз так 15. Она звала на помощь, я не мог молча смотреть на это. Взял стоящий рядом велосипед и бросил в них. Всего через 8 минут на месте происшествия вооруженные патрули. Стражи порядка открывают огонь на поражение. Террористы мертвы. На этих кадрах видно, что на них пояса смертников. Но позже выяснится это просто муляжи, чтобы посеять панику. Вниз, вниз, всем оставаться внизу, не вставать. И это нападавшим удалось. Спецоперация продолжалась несколько часов. Вооруженные отряды прочесывали все окрестности, чтобы убедиться, инцидент исчерпан. Место атаки до сих пор оцеплено. Эксперты-криминалисты изучают каждую деталь. Следствие только началось. Вот это место, которое сейчас перекрыто и где работает полиция. Лондон-бридж. И сразу за ним Боро-маркет. Никогда не бывает пустым. Оживленный центр Туманного Альбиона, где всегда много туристов. И в местных жителей многочисленных кафе, пабах, ресторанах. Так называемая легкая цель для террористов в теплый летний вечер. Уже известно, что кроме британцев, среди пострадавших есть граждане Австралии, Франции и, возможно, Испании. Многие из раненых в критическом состоянии, включая полицейского, который бросился защищать людей и вступил в драку с преступником. Он сейчас в реанимации. Больница Святого Томаса уже во второй раз в этом году принимает экстренные вызовы в связи с терактом. Большинство жертв атаки направили именно сюда. Спецслужбам даже пришлось на некоторое время заблокировать здание. Никого не впускать и не выпускать. Но все же работа антитеррористических подразделений вызывает слишком много вопросов. Как могли они допустить атаку, практически идентичную той, что случилось чуть больше месяца назад у парламента? Премьер экстренно созвала Комитет по безопасности Кобра. В знак уважения две политические партии приостановили предвыборную кампанию. Но насилие никогда не должно мешать демократическим процессам. Поэтому выборы в парламент состоятся, как и планировалось, в четверг. Страна должна отреагировать на насилие, сплотившись. Сообща, мы поборем врагов. Уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным. Это значит высока вероятность нового нападения. И чтобы его избежать, полиция снова проводит рейды и аресты. На востоке Лондона в районе Баркин задержали 12 подозреваемых, возможно, причастных ко вчерашнему теракту. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...